Славянская радио Всем здравия, с вами Народное Славянское радио, Алексей Орлов Сегодня у нас по одному из современных календарей 17 ноября 2016 года, четверг По одному из старинных 17 дней месяца Нового Дорога 7525 лета, шестица Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме Практика активизации, синхронизации головного мозга Вот такая интересная тема Автор с ведущей Владимир Анатольевич Лукашенко Здравия тебе, Владимир Добрый вечер всем Для начала немножко расскажи нашим радиослушателям Кто ты, чем занимаешься, почему именно такая тема эфира Возникла в твоей голове и сейчас она воплотилась в эфире нашего радио Я простой человек, скажем так Такая идея родилась достаточно давно Не только то, что озвучили практики активации, синхронизации полушарий головного мозга И развитие интуиции Но и много-много других не то чтобы идей, а целых программ То есть будем так говорить, что это появилось давно вместе с моим рождением Ну а вот эта конкретная тема, о которой мы сегодня хотели бы поговорить Наверное, не так она часто встречается в эфире Не так часто она появляется в каких-то информационных областях Но она, будем так говорить, очень даже нужна Человек, он появился благодаря речи Появилась речь, появился человек Речь сделала человека И вот в течение своей жизни, существования, цивилизации С помощью речи человек создал свое общество Создал огромное количество слоев общественного сознания Целую матрицу слоев общественного сознания И практически тот самый сознание, тот самый мозг Который был развит, создан и развит благодаря речи Ну он ушел у нас в это общественное сознание Многое Очень многое на сегодняшний момент у нас уже занимается Решает не мозг, не деятельность мозга А многое деятельность мозга, которая должна была быть Она ушла уже в работу шаблонов стереотипа общественного сознания То есть, будем так говорить Человек уже над многими задачами не задумывается Они уже решены за него И так получилось, что, если так рассматривал, наверное, эту интересную проблему Что человек передал функции своего мозга Тому самому общественному сознанию Которое, в принципе, создало цивилизацию И это оказалось не какой-то такой идеи фикс Статистика показала, что за последние сто лет Благодаря вот такой передаче деятельности сознания человеческого Средний вес мозга человека У нейрохирургию установили Уменьшился на 10% То есть, так получается, что мы с помощью речи создавали цивилизацию И досоздавали, что такие умные создавали Создавали, развивали И вот заплатили за это частью своего сознания То есть, в принципе, стоит вопрос, как бы восстановить стандартное состояние Наше собственное сознание Вот такая тема, в принципе Она пришла Ну, рассуждения на эту тему пришли Конечно же, не сразу Потому что было еще очень много различных Работ, программ Разработка методов Где-то порядка, ну, наверное В 2013 году я издал книгу В прошлом веке написал Такая книга С интересным названием Современная алхимия Или технология мира И, идя дальше, так сказать, в разработке этой темы Я пришел к мыслям о базисе нашего сознания О нашем мозге Или о комплексе мозга Мозг-сознания Вот примерно так все начиналось И вот порядка, наверное, уже будем Ну, где-то третий год, да Третий год живет и развивается Методика приведения в стандартное состояние То есть приведения к норме хотя бы Нашего комплекса Каждого человека комплекса Мозг То есть физиология мозга И сознание В принципе, наверное, очень много такого рода Существует, наверное, и тренингов Различных методик, практик По таким громким названиям Активация, синхронизация полушарий головного мозга Ну вот, сколько я не искал Вербальных практик Которые Я расскажу, откуда вообще они имеют Такие базисы Откуда, так сказать, они появились Ну, я не встречал Есть только моторика, так называемая С помощью асинхронных движений Разных частей тела Добиваются Ну, наверное, большего равновесия Большей физической сбалансированности Физического тела А вот вербальные практики Которые применяются В этой методике Их практически не существует Но они Это не какое-то Вдруг открытие Сами по себе Могу сказать, что они Очень сильно Очень серьезно И вдумчиво Применялись При подготовке Ну, различных специалистов Государственных служб Вот так будем говорить Потому что Чтобы много запоминать Много знать Владеть интуицией Для этого необходимы Специальные упражнения И вот частью из этих упражнений Были как раз Упражнения по Синхронизации Активации Полушарий головного мозга Вот Вот такая примерно У нас Сложилась На Как я сказал Уже на третий год Нашего Нашей работы Работали мы сначала Небольшим коллективом А потом уже Наверное Будем говорить Большим Когда есть люди Бывшие учениками В этой методике Через один Два Три года Уже становится Содеятелями С вопросниками По этой теме И В настоящее время Есть уже существует Целый комплекс Разработанный Такой Достаточно серьезный Настолько серьезный Что По этому комплексу Активации Практик Вербальных практик Активации Синхронизации Полушарий головного мозга И развития интуиции Пишут уже Отзывы Доктора наук Они применяются Сейчас Эти практики Для восстановления Ну Так это грубо Говорить не хочется Старческого Слабоумия То есть Есть Дименеция Пожилых людей После инсультного Восстановления Применяются Теми Самыми Бывшими Учениками Теперь уже Учителями Тренерами Которых Мы и готовим Что Представляет Из себя Эта практика Наверное Вот сейчас Как раз В самом начале Следует Рассказать Чтобы было Понятно О чем Мы говорим А то много Что-то такого Разного Наша Физиология Мозга Она такая До сих пор Неизведанная Страна Все больше И больше Совершается Открытий Все больше Вглубь Входят В этот мир Неразгаданный Огромный мир Разный Совершенно Ученый Начинают Просто Хирургов Химиков Фармацевтов Нейрофизиологов Психозерапевтов Нейропсихеологов А вот Соединить Конечно Достаточно Тяжело Это все Ну По крайней мере Установили Такие Базовые вещи Как То что У нас Левая Есть полушария Есть правая Полушария Есть участки Мозга Который Занимается Определенной Деятельностью Выполняет Определенные Функции Это установили Это есть Это существует Ну и Как некую Данность Ну Может быть Установили Нашу Профнепригодность Сразу Определили Что у нас Полушария Работает Только одно То есть Оба полушария Люди Которых Работает Оба полушария Одновременно Независимо Друг от друга Называются Амбидекстерами Это случаи Когда работают Эти оба полушария Они являются Исключительными И Ну Где-то даже В большей степени Патологичными И в то же время Как я сказал В самом начале У нас Получается Так Что Наша Деятельность Человеческая Которая Скомпонована В общественную Деятельность Придуманы Решения Проблем Правила Есть Тереотипы К этому Решению Каким-то образом Лишила Индивидуальный Наш Комплекс Мозг Терео Сознание Лишила Возможности Себя проявлять И вот Такого рода Целые участки Головного мозга Перестали Собственно говоря Работать Перестал Подаваться Питательные Вещества Кислород Этим участкам И я могу Сказать Что По опыту То и только По опыту Не по каким-то Теоретическим Данным Что это Действительно Так Когда приходят Начало люди Чтобы Заняться Своим Развитием Очень тяжело Им заниматься Особенно Очень тяжело На первых Порах Заниматься Упражнениями Соответствующими Но Получается В конце концов С большой радостью После После этой практики Выходят В чем же В принципе Заключается Эта практика Очень просто Полушарие Работает Как я сказал Переменно То левое То правое Правое полушарие У нас отвечает У нас все Перевернуто В голове Ну не все Совсем Да За левую Сторону Тело Левое Ну за Левый Глаз Левый Глаз Тоже К правому Полушария Относится Левое Полушарие За правую Сторону Тело Правый Глаз Причем Функции Мысленной Мозговой Мысленной Мыследеятельности Они тоже Различны У полушарий Левое Полушарие Это Логические Связи Логическое Мышление Безобразное Мышление Четкое Связанное С Причинно Следствиями Следственными Такими Линейками От прошлого К будущему И правое Полушарие Оно Абстрактно От Логики Это Оно содержит То есть Оно осуществляет Образное Мышление Ну я не буду Говорить Как хирург Как нейрофизиолог Тем более Картинки Показать-то Нельзя Ну вот Таких Вот Удостоверимся Словарными Описаниями Эти оба Полушария Соединяются Через Мозолистое тело Соединяются Между собой Есть Конечно И лобные Доли И затылочные Доли И Специфические Участки Центральной Нервной Системы Мозговой Мозга Гипофис Эпифис И так далее И вот Связь между Полушариями Осуществляется Либо через Вот эти Дополнительные Не дополнительные А основные Наверное Участки И через Мозолистое тело И вот Интересно Лечение Допустим Такой Болезни Как эпилепсия Когда Человек В принципе Можно Объяснить Это наверное Как В резонанс Впадает Оба полушария И человек Собственно говоря Становится Неуправляем То есть Полушария Не могут Между собой Договориться Кто им управляет Лечили С помощью Рассечения Этого Мозолистого Тела То есть Кардинальным Способом В то же время Давайте Представим Если у нас Одно полушарие Работает И мы так сказать Живем Вроде как Нормально И еще Ну Читали Наверное Слышали Что порядка Пяти процентов Всего работает Мозга Для нашей Постоянной Деятельности Вот мы включаем Второе полушарие Мы приобретаем Не В два раза больше Возможностей И ресурсов А я думаю По крайней мере Опять же не думаю А на практике Поскольку у нас Только за первых Два года Больше двухсот человек Прошло Через курс Занимающийся Вот развитием Полушарий И активацией Полушарий На порядок Увеличивается Интеллектуальные Возможности Открываются Возможности Какие-то Нестандартные Будем так говорить Я не буду Громко говорить Сверх Возможности Еще что-то такое Будем говорить Что нестандартные Возможности Это действительно так Как в принципе Добиться этого Исходя из того Что сказал Ну вот За основу Были взяты Вербальные Практики Синхронизации Вербальные Это то Что затрагивает Речь Которую Сделала Человека Ум То есть Нечто Вот этот Самый Комплекс Я все время Говорю Комплекс Мозга И сознания Потому что Ученый Бехтерев Резал Мозг И Бехтерева Наталья Резали Наш мозг Подоли поперек Мозговую ткань Сознание Там Никаким образом Обнаружить не удалось В граммах Или в чем-то еще Однако же Выводы сделали Достаточно простые Что есть нечто Которое мы не можем Не увидеть в микроскопе Не скальпеле Это и есть сознание Так вот Комплекс Мозг Сознания И Тело То есть У нас получается Что Вот Получить Себя Цельного То есть Довести до стандарта Все-таки Задействовать Все свои Возможности Нашей физиологии Которая помогает Задействовать То что мы не можем Пощупать Ни руками Ни микроскопом Увидеть Сознанием Я тоже не Хочу говорить Такие слова Как там Эзотерические Там еще И так далее Там подобное Мы говорим Про нашу жизнь Практики В опыте В опыте Какая она Есть И какой Мы видим Сейчас Так вот Чтобы это Сделать Необходимо Задействовать Все Вот мы Значит Используя Методики Существовавшие При подготовке Скажем так Людей Обладающих Специальными Возможностями Способностями Собственные Упражнения Разрабатывали Немножко Ну и было Конечно Экспериментировали Но вряд ли Так можно назвать Поскольку Результаты Они И показывались Сразу Была такая Работная методика Создана В которой Как я сказал Действует Речь Действует Работа Тела И действует Работа Нашего Сознания Причем В очень Интересной Форме Как я сказал Каждая полушария Занята Своим Левое Полушарие Аналогическое Правое Полушарие Анонос Работает С образами Работает С ассоциациями Плюс Еще есть Лобные Доли Которые Обрабатывают Логику Речи И вот Мы Упражнения Длится Сами Комплекс Упражнений Длится 6 часов Разбиваем Разбиваем Их На 3 Части Первой Части Мы Всеми силами Будоражим Наше Сознание С помощью Ассоциативных Практик Потому что Наше сознание В принципе Из трех Получается Пользуется Тремя Образами Мышления Самое Простое Самое Примитивное Это Логический Ум То есть Логический Образ Мышления Когда у Нас Строгой Цепочкой Идут От причин К следствию Наша Мысль Каждое Следствие И является Причиной Следующего Следствия То есть Мы Получаем Какой-то Первый Толчок Первую Мысль И выводим По этому Поводу Какое-то Решение Это Логическая Мысль Более Продвинутый Образ Мышления Не в своем Примитивном Таком Состоянии Психологи Могут Поспорить Психологи И Кто-то Звучит Мозг Но я Как раз Не хочу Брать Как за Стандартное Стандартное Описание Ассоциативного Мышления Как Связанное Нечто С каким-то Событием Получается У нас А более Развернутым То есть Ассоциативное Мышление Когда мы Принимаем Решение На основе Ассоциации С чем-то Уже Известным Нам Но Может быть Не через Логическую Цепочку Мыслей То есть Проскакиваем Сразу Несколько Логических Выводов И Быстрее Получаем Свой Результат И Логическое Мышление У нас Получается Исходя Из Ну как Логическое Мышление У нас Это Мужской Образ Мышления Ассоциативное Мышление Это Женский Образ Мышления Используем Сразу же Развитие Ассоциативного Мышления То есть Мы Перетряхиваем С помощью Ассоциаций С помощью Цепочки Ассоциаций Перетряхиваем Сменяя В Выработке Или Точнее Сказать В получении Ассоциаций Упражнения По получению Ассоциаций Цикличным Таким Цепочек Ассоциаций Мы сменяем Полушария То левая То правая Сработает И все это Мы выражаем Через письмо Почему вербальные Практики На наших уроках Мы много пишем Пишем Руками Двумя В разные стороны Пишем В зависимости От потребностей То есть Мы всеми силами Ну если у нас Скажем Перелом Плохо срослось Да Мы ломаем кости Чтобы потом Все это Установить В нужную точку Вот примерно Этим И занимаемся Затем Следующий Этап Мы активируем Полушария С помощью Очень интересных Упражнений Тоже пишем Но Во-первых Мы пишем Стихи И этот сам Этап Сам по себе У нас Еще так сказать Шутка Фабрика поэта Поэта Она называется Потому что У нас начинают Писать стихи Люди Которые никогда Их не писали А кто писал Ранее Он Очень резко Усовершенствует Своё Мастерство В этом В этом В этом Так сказать Этапе Мы Делаем Все В пику Друг другу То есть У нас Допустим Левое полушарие Занимается Логикой Левое полушарие Это у нас Правая рука То есть Правой рукой Мы пишем То что Управляем Эту правой рукой Мы Из левого полушария Так же Как и правым глазом Вот мы начинаем Писать Правой рукой Не Связанное С логикой Совершенно А образное Вообще Не Уходящее Из абстрактного Мышления Смысл Берем За основу И Прикрываем Правый глаз То есть У нас Контролирует Письмо В этом Случае Другое Совершенно Полушарие И Мы пишем Стихи Потому что Есть такое Понятие Словарно-смысловой Интерпляционный Аппарат Но оно Введено Тоже Для того Чтобы Пользоваться Было хорошо На наших Курсах Почему Словарно-смысловое Такое У нас Существует Значение Словарно-смысловой Аппарат Потому что Это некий Процессор Который Превращает Смыслы Которые Появляются У нас Слова И Насколько У нас Существует В этом Нашем Словарном Запасе Или в этом Словарно-смысловом Интерпляционном Аппарате Насколько Существует Связи Между Смыслами Словами Насколько Мы можем Выразить Грамотно Насколько Мы можем Выразить Это все Быстро Зависит Собственно Говоря Наша Связная Речь Потому что У нас Может быть Я как Собака Все понимаю Сказать Не могу Но мы Усложняем Такого рода Упражнение Еще и Ритмикой То есть Мы не Заставляем Писать Рифму Мы пишем В ритме Представьте Какая Нагрузка Я пишу Рукой Правой То есть Я пишу Левым Полушарием Не Свойствен По смыслу Не свойственно Этому Полушарию Совершенно То есть Мне должно Задействоваться Другое Полушарие Смотрю Глазом Который Управляется Тоже Другим Полушарием И я Еще должен Это все Уложить В ритм И мало Того Я еще Должен Написать Ну Понятно Слева Направо Есть Целый цикл На этих Упражнений На эту Тему Написать И справа Налево Так же Мы делаем С другим Глазом То есть Другой Рукой То есть У нас Мозг В этом Отношении Начинает Кипеть В самом Натуральном Виде То есть Он Начинает Выжирать Горючее То что Отложилось Рядышком Там Питательные Вещества Работает Уже Процентом Не на 5 Как всегда На 25 50 То есть Практически Выжигает Все запасы Которые у него Лежат Рядом То есть Я еще могу Сказать Что Очень интересный Результат Упражнений Всех Всего Комплекса Это является Похудение Похудение Не в смысле Онорексия Или еще Как-то Там А Приведение Тела В баланс То есть На первых Этапах Выжигается Питательные Вещества Они все-таки Как редкоземельные Металлы Для мозга Все тело Делает Вытаскивая Из более Грубых Материалов Запас Весь Выходит А затем Когда мы Полностью Проводим Всю эту практику Получается Что у нас Приходит в баланс Наша центральная Нервная система Мозг приходит в баланс Физиология мозга Приходит в баланс И она начинает Заниматься С телом То есть Как один из Эффектов Этих упражнений Весьма неожиданный Потому что Когда стали К нам приходить Женщины И спрашивать Дайте нам Скорее Эту практику Не для того Чтобы развивать Интеллект А для того Чтобы похудеть Стать фигуристой Более серьезно Занялись Это интересным Побочным эффектом Да Действительно Установили У нас Мы следим Сейчас уже Следим за этим У нас Тучные люди Худеют потихонечку Так 5 килограмм В месяц Вот сейчас Недавно Наш товарищ Сообщил Что он за 3 месяца Похудел на 14 килограмм Выполняйте упражнения То есть Это Побочный эффект То что Если корень Вылечить То наверное Все дерево Вылечится То есть Это второй этап Когда мы активируем Полушарий головного мозга Как я сказал С помощью вербальной практики То есть Без слов Здесь делать нечего То есть Мы восстанавливаем Если даже Так Высокопарно сказать Восстанавливаем человечность В его В интеллектуальных И творческих свойствах Как таковую То есть Обратно Речь сделала Из обезьяны человека Пускай из обезьяны Мы скажем Сейчас Это тоже можно Не считать Это за Догмой А так А потом Человек Объединившись В сообщество Стал деградировать И мы можем Вполне Сейчас Эту деградацию Приостановить И Собственно Вернуть Тот огромнейший Потенциал Огромнейший Резерв Человечности Интеллектуальной Творческой Человеку Вот Третья Часть Мы уже Синхронизируем Третья часть Нашего Наших упражнений Наших методик Синхронизируем Эти полушария Оба полушария Синхронизируем С помощью Упражнений Мы работаем Двумя руками Ну представьте себе Попробуйте Написать Двумя руками Ну в одну сторону Ладно Хотя в одну сторону Даже может быть тяжелее Одновременно Выписывая все буквы Причем Со смыслами Определяющими Это направление Есть еще Несколько Различных Упражнений Которые То есть Они Имеют Некую Дополнительную Такую Нагрузку Развитие Интуиции Получается так Что Есть Обязательные Упражнения По активации Синхронизации Вербальной Активации Синхронизации Головного мозга Есть Дополнительные Когда уже Есть интерес Развить Не просто До какого-то Стандартного уровня Восстановить Это все Внутри Восстановить Свой Комплекс Мозг Сознания А Еще Развить Те способности Которые Начинают Проявляться Они действительно Проявляются Ты сказал У нас Огромные Возможности У каждого Нет таких Вот я там Плох Хуже Другого Я там Вот тот Умнее Нет У нас Так будем Говорить Опыт Показал Опыт Который Вот за эти Три года Уже Показал Что Таких Нет Даже С болезнями Какими-то Ну было и такое Эти упражнения Дают Серьезный Восстанавливающий Эффект То есть у нас Сейчас Получается так Что Я готовлю Преподавателей По этому Курсу То есть Все кто Желает Может Получить Методику На эти курсы Без всяких Там Каких-то Нагрузок Материальных Или еще Что-то такое Ни в коем случае Чем больше людей Себя восстановит Тем лучше И есть Преподаватели Которые занимаются С пожилыми людьми Им Приходят И рассказывают Как радостно Видеть Оживших Пожилых Людей Которые Было Мутные Глаза А после Этих Упражнений Они сами Говорят Что счастлив Мы начали Соображать Мы Не то что Вспомнили Они снова Входят в молодость После инсультной Восстановления Если нет Поражения Серьезных Головного Мозга То Конечно же Это имеет Возможность Работать Вот я могу Зачитать Сейчас Письмо Нейропсихолога Кулагина И Ольге У нас Тоже Наши тренеры Участвуют В различных Конкурсах В смысле В грантах По поддержке У пожилых Людей Восстановлению Вот пишет Что Программа Фитнес Мозга Проводимая С людьми Положилыми Возрастом Является Важным Превентивным Проектом По профилактике Различных Дефицитарных Состояний Головного Мозга Как у людей Пожилого Возраста Так и у людей Имеющих Различные Когнитивные Нарушения Безогранического Поражения Головного Мозга В основу Данной Программы Легли Современные Представления Закономерности Развития Иерархическим Состоянием Мозговой Организации Высших Психологических Функций В антогенезе Палурия Учение Цветковой О нейропсихологической Реабилитации Формирующем Обучение Исследование Феномена Мозга Бектерева Ну и метод Который Ваш покорный Слуга Предоставил То есть Он Сейчас В настоящее Время Эта методика Она Рекомендуется Для Восстановления Даже Не то чтобы Полностью Здоровых людей Восстановление Теллектуальных Способностей Но и Людей С ограниченными Возможностями Способностями То есть Сегодня есть Такая программа Сейчас мы Ее начинаем Наверное С Нового года Мы начнем Подготовка Волонтеров Для того Чтобы они могли Ну если у них Есть желание Это тренер Это само собой Потому что тренеры Подготавливаются Более Плотно И с тренерами У нас Такая система Что Каждый год Мы делаем Апгрейд То есть Новое Все это Возникает А вот Волонтеры Чтобы они могли Вот так вот Не знаю Пожилых людей Восстановить Или провести Эти упражнения С людьми Ограниченные Возможности Скажем После инсультников Очень интересно Это применение Методики Синхронизации Активации Полушарий Именно вербальных Практик Очень интересно Для людей После Ну когда Бросили пить Курить Там Значит Наркотиками Заниматься Восстановительный Процесс идет Очень долго Химия Витамины Еще что-то Там Физиотерапия А вот Фитнес-мозг Мы еще называем его Тоже Физиотерапия Вот он Тоже Очень здорово Помогает Восстановить Вернуть К реальной жизни Ну вот Примерно Вкратце Хотя можно Говорить Конечно И более Долго Может быть Есть смысл На вопросы Ответить Хорошо Рассказал ты На самом деле Довольно Хорошее Внушительное Вступление Получилось Мне больше Понятно Фитнес-мозга Хоть слово Не русское Противное Для меня Но все-таки Звучит интересно Фитнес-мозга Так На самом деле Вопросы мы принимаем Из чата Народного славянского радио Напомню Как в него попасть Ищите в любом поисковике Народное славянское радио Дальше Попадайте на наш сайт Сайт пока Со старым Адресом Славомир.орг Что будет дальше Потом расскажу Как-нибудь Может увидите Но пока вот такой И там дальше Ищите слово Чат Нажимаете на слово Чат После этого Вы попадаете Вот сюда Вот в избу Читальню нашу Если еще не зарегистрировано Логин Пароль Придумывайте себе Указывайте Какой-нибудь простенький Е-мейл Для того Чтобы вам пришло Письмо счастья О том Что ура Все получилось И главное Не забывайте Логин Пароль Вы дальше Можете Пользовать его До тех пор Пока этот чат Существует Дальше Регистрироваться Повторно Не надо Так вот Вопросы Которых У которых вначале Написано Вопрос в эфир И дальше От кого Например Владимира Анатольевича Из-за Рязани К примеру Вот такие вопросы Принимаются Если просто Вопрос в эфир Не написан А просто Там идет текст То я тогда Такие Переписки Пропускаю Потому что Ну как-то Вот Может быть Вы писали Своему другу В чате А я вот решил Это прочитать В эфир Итак Первый вопрос Поступил От Виталия Из Эстонии Вот так написано Не Эстонии А Эстонии Вопрос в эфир Разве не мысль Сделала человека Человеком Речь Это уже Дальнейшее состояние После мысли Или я ошибаюсь Ну мысль Должна наверное Как-то выражаться Ведь есть же Смысл Смысл Это Наверное То что не имеет Слов Как таковых А Слова Появляются Тогда Когда есть поток То есть Смысл Это клубок И он Раскручивается Ниточкой В мысли И Эти мысли Они не могут У нас Либо образами Как у животных Либо они у нас Приходят слова Вы попробуйте Помыслить У вас придут Все равно слова Если вы попытаетесь Эту мысль Этот смысл Реализовать Среди людей То есть Будем говорить Что Мыслить Человек Может быть Мыслил Про себя Но Человека Родила Речь Исходя Из того Что Человек Без Себеподобных Он просто Не может Реализоваться Ему Не надо Это Если Так Говорить Дальше То Это Достаточно Серьезная Тема На нашей Планете Животным Не надо Было Никакого Превращения В людей И так Хорошо Но вот Появился Человек Благодаря Некоторым Событиям Некоторым Вещам И без Слов Без Неких Условных Соглашений Между Мыслью И предметом Без Опредмечивания Мысли То есть Это Называется Объективизация Мыслительного Процесса Собственно Говоря Вот Такого Сообщества Человеческого Просто Не было Следующий Вопрос В эфир От Олега Из Иркутска Здравия Владимир Что тебе Известно Об исследовании Некоторых Ученых Что Средством Коммуникации Общения Двух Полушарий Мозг Белого Человека В скобочках Человека Расы Является Русский Язык Что Можешь Дополнить По этой Теме Или Не дополнить Благодарю Вот Или Не дополнить Да Ну Как-то По поводу Рас Это тоже Где-то На целый Час Можно Говорить И говорить Не про Расы То есть Я бы На этот Вопрос Не сказал Что Я сильно Как-то Даже Понял Потому Что Общение Двух Полушарий Мозга Человека Ну Как-то Не очень Понятно Они Не общаются Как они Могут Общаться Ну Как Сидят Пьют Чай Общаются С собой Ну Конечно Голова же Закипает Иногда Ты сам Говорил Мозолистое тело Они общаются А потом Лоботомия Рас Пришла И все Через акционные Связи То есть Это как-то Значит Что касается Белой Расы Значит Что могу Сказать По поводу Рас Если Так уж Говорить Существует Ну Существовало Понятие Вар Если вы Знаете Слышали Наверное Варны Потом Это цвет Пламени Души Еще Их Заменили Потом Уже Более Позднее Время В Индии Заменили Касты Так вот Касты Это тоже Было Немножко Похоже На Именно Цвет Пламени Души То есть На Внутренний Мир Человека Или Внутреннюю Часть Человека Внутреннее Сознание Внутреннюю Душу А потом Превратилось В самое Простое Очень Простое Следствие Когда Сделалось По-моему Несколько Там Десятков Подкаст Разных Ну Подкаст Не эфира Подкаст А подкаст Этих Кастах И Перешло В Схемотехнику Когда Начали Просто-напросто Родился В семье Там Не знаю Шудрой Значит Будешь Шудрой То есть Самая Первая И очень Правильная Наверное Идея Что Человек Своим Внутренним Содержанием Определяет Мир Вокруг Себя И Естественно Свое Место В этом Мире Она Превратилась В простую Табличку Поэтому Что касается Рас В первую Очередь Нужно Говорить О Внутреннем Мире Если так Уж Говорить Есть Четыре Касты Начиная Снизу Ну Неприкасаемых Не берем Шудры Вайши Кшатри Брахманы Даже Если Человек Развит Настолько Субъектно Что он Может считаться Брахманом Он несет Себя Внутри Все равно Все Четыре Нижних Слоя Он Обязательно В порядке В себе Содержит И это Достаточно Сложная Штука С точки Зрения Не дай Бог Себя Попробовать Себя Или кого-то Еще В этой Табличке Определить То есть Привязать К роли К месту Вместо того Чтобы Объединиться Со всеми Мы начинаем Думать о Себе Как о роли В обществе То есть Мы начинаем Себя ограничивать Таким образом Закрывая себе Дорогу К развитию Поэтому Вообще Так сказать Человека Расы И так далее Я бы Отставил Сторону В другом Ключе Говорил бы об этом Но полушарии Не говорят Друг с другом Что касается Русского языка Могу привести Очень честный Пример Когда Санскритологи Приезжали С Индией В наши Дальние села И с удивлением Понимали Что говорят Там Вот они Говорят На маленькую Наречие Какие-нибудь Не знаю Где-нибудь В Костроме Или Вятке Еще где-то Там И Индус Индус Язык Язык Ну то Что русский Язык И арийский Очень схожи Прошу прощения Русский И санскрит Очень схожи Это Есть такое Я просто Уточню Я понял Про что Написал Олег Дело в том Что Слово Раса Означает Белый Табола Раса Раса И так далее Светящийся Белый Во многих Языках Это сохранилось И в частности В научных Тоже Языках Это упоминается Где раса Это именно Белый Табола Раса Чистая Белая Доска Или таблица Куда можно Что-то писать И поэтому Сейчас идут Такие разговоры На мой взгляд Где-то в чем-то Они обоснованы О том Как может быть Черная Раса Если раса Начает белый Черно-белый Или желтый Раса Поэтому он и написал Что человек Расы В скобочках Скорее всего Исходя из этой Теории Из этого посыла А про коммуникацию Тоже кажется Понял о чем он говорит Дело в том Что когда Эти исследования Даже где-то Можно было найти Были опубликованы Когда ученые Проводили эксперимент Они датчики На голову Ставили Как вот Бехтерева Тоже любительница Это была делать И людям Из различных видов С кожей Различной Вот если слово Раса Опять же мы принимаем Так чтобы никого Не обижать Здесь с различным Цветом кожи Давали Послушать Записи Нескольких Слов На разных языках Ну к примеру Там Конь Собака И так далее Вот когда просто Говорили с собакой Ничего не происходит Док Тоже ничего А когда Произносили пёс То в полушарии Что-то там двигалось И то же самое Произносили Там с конем Со всеми другими пирогами Там раз И двинулось То есть когда Произносили именно Русское Древнее понятие Не лошадка Например Да им там Конь Ну условно Там или пёс То там что-то двигалось То есть вот Ученые заключили Что один из самых Древних языков Который Так или иначе Понятен Где-то на генетическом Сталкивались с европейскими языками Он где-то на подсознании Вот как раз Русский язык Пробуждает это всё Вот скорее всего Олег Я вот в этом случае Я конечно Не то что соглашусь Потому что всё-таки У нас очень мало знаний По этому поводу Могу только привести Очень интересный пример Первый пример Очень простой Что касается Раз Я сам был удивлён Но я в принципе Не то что верю Это действительно факт Что допустим Возьмём якутов наших Ну это монголоиды Якобы да Якуты Их порядка миллиона Или ещё Называется Люди Саха А вот Нет Оказывается Они арийцы Чтобы вы знали Гаплотип У них арийский Даже больше Чем у русских Меланина В волосах нету Болезни Ухогорла Носа Соответствует Европеотским Болезням И вот как это Определишь Это раз Что касается языка Да Был про язык Я про него Как раз и говорил Про язык Наверное Так настолько Древний Что он действительно Вот как раз Говорили там До этого была Про речь Мысли Что он содержал Себе Смысл предметов То есть Содержал себе Некие смыслы Сейчас смыслы Размыты То есть Получается Что люди Говорящие На одном языке Они не могут С помощью слов Понять друг друга Вот это Вавилонская башня Да То есть Не обязательно Иметь разные языки Дальше Существуют Различные типы языков Вот есть Обратные языки Так называемые Или агглютинативный Тип Вот мы Говорим На прямом языке Я Сделал это Тем-то Тем-то Агглютинативный Тип языка У него Сказуемое Стоит в самом Конце Предложения Причем Так называемые Аффиксы То есть Присоединяющие Ну как суффиксы наши К концу слова Рассказывают О его лице От какого лица Этот глагол применен Время Принадлежность И так далее То есть получается Пока не дослушаешь Последней Совершенно буковку Этого предложения Ты не поймешь Всего слова То есть представьте себе Значит В голове идет У одних В голове идет Значит Мысль Это же вообще Образ мышления Образ мыследействия Одним образом У другого Другим образом То есть Если здесь Расглядывать Еще более подробно Тут Такое Громадное Количество Потенциала Есть В этом И вот Отвлекаясь Немножко На практическую Сторону Детишки Которые Обладают Аналитическим Языком На тот Который наш Русский Считается То есть Индоевропейские Языки И одновременно Он думает На языке Обратном То есть Это Тюркские языки Допустим Они все Агглютинативные Ярко выражены По-моему Даже северокорейские Агглютинативные Очень похож По-моему Японский К этому Частично Если он Умеет Думать На обоих Языках То есть Он практически У него Создается Встречное Движение Мысли Да еще Если он Метис То это Наверное Сразу Можно сказать Что гений Растет И Очень интересные Темы Могу Тоже Сказать Что сейчас У нас Появилась В России Третья лаборатория Она в мире Была в Штатах Была в Европе И у нас Появилась Такая же Лаборатория Исследования Генофонда В России Причем Даже Насколько Я знаю Сейчас Ведет Работа По установке Оборудования Для исследования ПалеодНК Древнего ДНК С захоронений Это немножко Другой уровень Оборудования И я думаю Что работа В отношении Исследования И ДНК Ну и языка Тоже начинает Все-таки Появляться Глаголица У нас Наконец-то Начали исследовать Ее И может быть Еще глубже Зайдем Я думаю Что приведут К выводам Очень интересным Только не надо Как говорил Остап Бендер Делать Изъятый культа Да Надо попроще Жить Без фанатизма Так Идем дальше Ярагор Вопрос в эфир Владимир Анатольевич Что вы вкладываете В понятие СО Знание Ну Это Вопрос Достаточно Широкий Потому что Он уже Относится К вопросу Онтологического Характера То есть Если у человека Он Не то что Соответствует Или у него Своя Онтология То есть Система Бытия Настроенного Он по одному Это определит У кого-то У другого По другому В данном Техническом Виде Я определяю Сознание Это Деятельность Мира Без форм И мира Желаний Совместно Ну Вот так Существует В буддизме Существует Понятие Трех Составляющих Мира Человека Это Мир форм Мир желаний И мир без форм Поэтому Сознание Можно тоже Определить Ну Даже Наверное Нет На мире форм Не будем Определять Но вот этих Двух мирах Это Мир желаний И мир Без форм То есть Оно Многоуровневое Я не хочу Здесь Вот написано Со Тире Знание Да Что это Знание Всех Вроде бы Как Сознание Сознание Со всеми Это Может быть Существенно Но это Один из Аспектов Сознания Как такового То что Сознание Можно сказать Божественное Сознание Сознание Мыслительная Деятельность Тоже Может быть Одним Из Аспектов Или одним Из Свойств Сознания Поэтому Сознание Принимается Вот у меня Лично Как Мыслительная Как деятельность Нематериальная Деятельность Как деятельность Человека Деятельность Его Субъектности В этих Двух Мирах Мира Желания И мир Без форм Вот так Вот закручен Объяснил Ну Зато Объяснил Так Дальше Сразу Отмечаю Нашим Прадиослушателям Что Если Нету В начале Вашего Предложения Фраза Вопрос в эфир И от кого И откуда Этот вопрос Поступил в эфир Я не воспринимаю Это как вопрос Я воспринимаю Это как общение Между людьми Находящимися На чате Так что Если вдруг Вы думали Что это Задаете вопрос А я не зачитал Не обижайтесь на меня Потому что По правилам чата Я не буду Зачитать Так называемые Вопросы Которые без Фразы Вопрос в эфир В начале Так Да И потому что Происходили на такие Моменты Что это был вопрос Кому-то Из участникам чата А я его зачитал в эфир Потом был вопрос Почему вы зачитали И это вопрос в эфир Не писал Это так Я с другом общался Так Дальше Макс Вопрос в эфир А как у левшей Правое Левое полушария Значит Смотрите Я начинал Начинал в самом начале Да Татология Говорит Что существует Очень много практик Синхронизации Полушарий Моторных Моторика Это движение Ну тактильность Еще добавлено К этому Левша Правша Это относится Ведь к движениям В большей степени Да У левши Больше развита Правый полушарий Если вы Можете Ну как-то Замечать Очень много Левшей у нас На западе В Европе В Америке Есть даже Очень интересное Исследование Просто такое Оно Нестандартное Что вообще Правополушарные Левополушарные Люди Они вообще По полушариям Земли Разбросаны На западе Правополушарные Нет Правополушарные А здесь у нас В России Левополушарные Но Надо думать Что Левша И правша Это Конечно же Относится К полушарию Которая Больше развита Допустим Больше Или больше Чем У всех Развита У левши Больше чем у всех Развита Правая полушария Но не факт Что она является Доминирующим Для этого существует Посмотрите В интернете Есть очень интересный Такой тест Ну Вообще Все очень просто Настолько просто Что Мы рядом ходим Просто не замечаем Есть тест Танцующая балерина То есть Это рисунок Гифовская Такая Гифка В которой Кружится Девушка Она не то Чтоб кружится Она Ну Программа Наложена Низкорисунком Так вот Посмотрите В какую сторону Она у вас Лично Кружится Если Если по часовой Стрелке То у вас Доминирует В настоящий момент Не вообще А вообще В настоящий момент Левая полушария Если против Часовой стрелки То правая полушария То есть вы Можете себя Здесь установить Причем Вот тут Эта Балерина У нас тоже является Неким таким тестом Если Смотря на нее Человек Может После упражнения Он Практически Все это могут В течение Четырех секунд Изменить Движение Вращение До четырех секунд Этой балерины То есть переключить На доминанту Другого полушария То получается Что он уже Ну Достиг Каких-то Серьезных результатов В этом отношении То есть Не обязательно Если вы левша Не обязательно Что у вас Доминирующим Является Правая полушария Дальше Вопрос в эфир От Олега Из Иркутска Какой отдел Головного мозга Отвечает за воспоминания И как выборочно Воспроизвести события Которые ты Когда-то Пережил Другими словами Достать нужный файл Из жесткого диска Существуют ли практики По этому моменту Поясни Устроено ли Творцом Специально Что человек Забывает Определенную часть информации Или это результат Блоков Накладываемых В современной Неестественной жизни Человека В отрыве от природы И знаний предков Благодарю Ну здесь Можно объяснить Несколькими По нескольким направлениям Можно сказать Вот Есть у нас автомобиль И вот он едет Что-то зачихал Остановился И мы будем обращаться К предкам Или к Богу Извлекать оттуда Знания Почему Это случилось Вместо того Чтобы с ним Прочистить там Бензопровод Или поменять свечи Это раз И в то же время Может быть И такая неисправность Что в этом месте Электромагнитная аномалия Поэтому они не горят То есть Как это определить И то и другое Будет верно Это С точки зрения Подхода А с точки зрения Частично я могу Ответить на какие-то слова Память Это Она определяется Эмоциональной составляющей Эмоциональной меткой Что у нас произошло И Есть такое понятие Как Внимание Приточение внимания У нас будут программы Мы поговорим об этом И вот мы В своем внимании В своем внимании Внутри себя Эту метку Делаем И храним Как будто Она у нас в прошлом Та или иная Или ассоциация Еще можно сказать Ну ассоциация Обычно бывает Связанная с физиологически Какой-то там Болью Или с эмоциональной То есть С некой разницей Отличие от того Что Что Вокруг до этого было Ну и конечно На основании этих меток С помощью Развития ассоциативного мышления Можно вспомнить Это все Блоки Это дело психологии Иногда человек Сам накладывает на себя Блоки Чтобы это не помнить Каким-то образом То есть Здесь перекладывать Все на Нечто Так сказать Высшие силы Ну это Нечестно Человек По идее Существо Ну человек Сам по себе Основное Его качество Его свойство Это субъектность То есть Его свойство Его способность Постоянно Из себя Человека Делать Воспроизводить Человека А не перекладывать На кого-то Те или иные Ну там Жизненные ситуации Поэтому Я не могу Сказать Какой отдел Мозга Головного Отвечает За воспоминания Хотя потому Что Об этом Еще никто Не сказал Ни Бектерева Ни нейрохирурги Даже Многие Из них Отсылают Как раз В хронике Акаши Еще куда-то Вот И сравнивать С жестким диском Не только не могу Не хочу И не советую Не надо Именно Таким образом Подходить Системотехнически Человек Немножко Ну не то что немножко Он по-другому Совершенно устроен И если Подходить Как С хемотехником То Не то что добиться Можно Можно себя Завести В очень здоровый Большой тупик Вот частично Могу ответить Это больше Больше мне Как-то Не получается Хорошо Хорошо Идем дальше Вопрос В эфир От Андрея Из Екатеринбурга Здравия Владимир Занимаются У вас Ментальной Арифметикой Счет На китайских Счетах Которые Были Переданы Им От наших Предков Насколько Быстро Дети Развиваются На ваших Занятиях Благодарю Ментальной Арифметикой Мы не Занимаемся Это интересный Вообще Очень вид Чрезвычайно Самое интересное Что занимается В большей степени Как раз Вот Я бы Знаю По-моему В Казахстане Занимается То есть В этих Монголоидных Наших Странах Большей степени Занимается Абакус Есть еще Такая Методика По-моему Даже Фирменный Такой знак Целой школы Очень хорошие Практики Мы Мы Ними Занимаемся С детьми Ну Если Только В каком-то Несистемном Порядке Тоже Бывает Немножко Другие Упражнения Поскольку Вербальные Практики С 4-летним 5-летним Ребенком Даже С 7-8 Летним Там еще Можно Пописать Как-то А вот С 5-6 Летним Мы Вербальными Практиками Заниматься Письмом Уже Не можем Ну Какие-то Упражнения У нас Есть Дети Конечно Развиваются Вообще Дети Здесь Наверное Следующее Сказать Что Человек Когда Создавал Цивилизацию Вот эту Себя Вкладывал В отношения С другими Людьми Причем Ничем Не пополняя Ведь Это Он Делает Постоянно Рождаясь Человек Вообще Это Совершенное Существо Ничем Не Обернутое Никакими Правилами Стереотипами Шаблонами Вывернутыми Наизнанку Правилами Сознания То есть Он Чист Его сознание Бесконечно Бесконечные Способности Возможно Есть Правильно Говорят Что Дети Это Ангелы Дети Это Царствие Небесное И так Далее И Постепенно Та Самая Цивилизация Которую Мы Сами Создали Начинает Оборачивать Нас Правила Стереотипы Мы Начинаем Поступать Не потому Что Нам Сердце Велит А потому Что Требует Приличия Законы Правила И так далее И в конце Концов Мы Свою Субъектность В эти Правила Целиком Полностью Отдаем Поэтому Конечно Надо Не то Что Даже С детьми Заниматься А просто На них Опираться На них Смотреть Какие Они живые Какие Они еще Не Замороченные И Не давать Всеми силами Стараться Не давать Чтобы они Целиком Полностью Завернулись В наши Шаблонные Стереотипы Хорошо Идем дальше Виталий Из Эстонии Вопрос Эфир Разве Обезьяна Это не Деградация Человека С его точки Зрения Наоборот Человек Обезьяны Произошли Деградировали Человек И обезьянки Появились А вот Самое Интересное Что Вопрос Действительно Очень сложный Вот Курс У меня Есть Практики Вневременности То есть Вот это Что мы Говорим Без Приведения В порядок Головного Мозга Идти к Практикам Саморазвития Самосовершенствования Не имеет смысла После этого Открываются Новые горизонты После того Как приведешь В порядок Мозги Так вот Есть очень Интересная Теория Не догма Ни в коем случае Не какой-то там Учебник Про то Как Цикличное Время Природы Получается Что у нас Все цикличное Сезоны Годы Цикличные Сама Земля Вращается Нет Так называемого Линейного Времени Как у Человека Из Прошлого В будущее Не существует Ни для Растений Ни для Животных Они живут Одним Циклом А человек Живет Почему-то Разорвал Этот цикл Для него Нет времен Года Нет времен Каких-то Биологических Он все Это разрывает И смотрит Переживает Что было Вчера И думает О том Что будет Завтра Не в цикле А в некой Линии Так вот Человеку То есть Животному Не надо Никоим образом Выходить Из этих циклов То есть Обезьяне Человеком Становиться Не надо Нет ей Смысла У нее все Хорошо Бананы Есть Все есть Жизнь Вся Есть Это все То есть Как это Дарвин усмотрел Что вдруг Чего-то понадобилось Что-то понадобилось Больше Чем Есть Больше Чем есть В этой жизни В этом Совершенно Своем Своей психологии Животному Ну вот Представьте Вдруг Так получилось Что Не знаю Каким-то образом Мутациями Появилось Время Появились Слова Появились Причинные следствия Появилось Логическое мышление Но Земля-то Все равно Цикличное время Если бы не было Каких-нибудь стабилизаторов Скажем В виде пирамид Да То Все Получившиеся Человеки Снова бы Потихонечку Деградировали В обезьян Так что Виталий из Эстонии Из нескольких Он Действительно Задел интересную Тему Молодец Виталий Он часто Какие-то темы Такие Затрагивает Задевает А потом Сидим и Расхлебываем Ну ладно Так Дальше Вопрос эфира От Олега Из Иркутска В народе говорят Осенило Озарился Мыслью Откуда приходят мысли В мозг человека Поясни природу Их возникновения И систематизируй По источникам Их прихода О как Благодарю Да Да Ну из меня Карла Линея Вряд ли получится Чтобы систематизировать Ну почему же А вдруг Давай попробуем Ну это у нас Тогда будет Так это Года на три эфира Будем себе мысли Систематизировать Горошек Горошек растет быстрее Там можно Поэкспериментировать Быстро вырастает Нет Это тоже Запросто Значит смотрите У нас есть Логическое мышление Примитивное мышление Будем так говорить Причина Вследствие Один переходик Потом следующий переходик Я-то буду Как это Чипай мысли Думал Думать будет Думал Думал Через какое-то время Возвращаясь К прежней мысли Если она не пошла У меня что-то придумал Есть ассоциативное мышление Когда мы перескакиваем Через большое количество мыслей И получаем ответ Самое интересное Что при помощи Ментальных карт Так называемых Можно Скорее Из обратной связи Образной Мы рисуем Как наша мысль идет На ментальной карте Смотрим на это Возникает процесс Обратной связи Крутится Вертится И мозги Тренируются Можно Так называемое Объемное мышление У себя Создать Но и в тех И других случаях Мы пользуемся Знаниями Которые есть уже Стереотипами Шаблонами Знаниями Которыми есть А вот действительно Озарение приходит Знаний Которых еще не было То есть мы нигде Их не знали Не видели И вдруг к нам пришли Это называется Интуитивный Слой Сознания То есть интуитивное мышление Оно возможно Для человека Пока что В виде озарений Хотя в принципе Я бы сказал В нашу эпоху Именно Интуитивное Мышление Должно стать основным Пока у нас Логическое Ассоциативное Болтается на одном месте А до интуитивного Мы не доходим Почему мы не доходим Очень просто Потому что Интуитивное мышление Лежит вне Линейного времени То есть оно Нелогично Оно лежит Вне линейного времени Вне линейной Природы Нашего сознания А логическое мышление И ассоциативное Лежит все-таки В линии Понимания Существования От прошлого К будущему Так вот Как вот Между Нами Сейчас И этим Интуитивным мышлением Лежит Представьте себе Железная дорога По ней мчится поезд То есть мы даже Не можем увидеть Что это за Он длинный такой Быстро Едет И мы не можем Поймать А что там Какая информация там есть То, которое мы никогда не знали Вот когда мы научимся Сначала Разглядывать вагоны В этом поезде Потом промежуточки Между них А потом В конце концов Настолько мы Мы тренируемся Что сможем Видеть сквозь поезд Или вообще Освоить То есть убрать Эту железную дорогу И освоить Эту территорию Интуитивного сознания Тогда мы будем Это все Существовать В интуиции Что это означает? Означает, что мы Не будем задавать вопросы У нас знания Будут сразу Это Ну как мы Логическое мышление Мы линейно Мы должны От мысли к мысли Думать все А здесь мы будем Просто знать Что это так И тоже Говорю как всегда Исходя из практики Это не теория Это в принципе Мы Ну на наших занятиях Мы частично По крайней мере Добивались Видели Мы люди Видели Именно проход К этому интуитивному сознанию То есть Остановив у себя Время В голове Ну Остановив Наверное не так Правильно сказано А почувствовал Свою жизнь В одной точке Здесь и сейчас Слово Очень хорошее Словосочетание Мы можем Добраться И до интуитивного Слоя сознания Когда мы будем Сами знанием То есть Мы и знание Это одно То есть Мы уже не Взаимодействуем С С знанием Как с чем-то Оно у нас есть Где-то Мы там Добрались Получили Какой-то инсайт Вдруг А мы просто Будем знанием Это образ мышления Другой образ мышления Просто Хорошо Вопрос эфир От Елены Из Рязани Владимир Анатольевич А существуют ли Упражнения Для излечения Уже Прогрессирующей Деменции Ну Я бы сказал Что я все-таки Не врач Поздно уже Идти на врача Хотя может и нет Но Если это не Как вот письмо Я зачитал Доктора Если это Без Каких-то Изменений Характера Хирургического То есть Что-то Совсем Плохо Чего-то Уже Не хватает Атрофировалось Что-то Напрочь То Можно Этими Упражнениями Можно Сделать Комплекс Такой Маленький Смягчающий Можно В принципе Потихонечку Хотя бы Затормозить Это все Самое смешное Это что Написана Методика Тут целая книжка Запатентован Это все Приоритеты Все Зафиксированы Это все Хорошо Но ведь Самое простое Что нас Лишает Не только Пожилых Людей Спрогрессирующих Деменец Еще как-то Простых Просто Любого Человека На сегодняшний момент Лишает Нашего Истинного Природного Сознания Это Нежелание Работать Со своим Сознанием С моим мозгом Почему Сознание Еще Говорят Да Потому что Я не могу Говорить Мозг Мозг Все-таки Это Физиология Какая-то А сознание Нечто Большее Ведь Мы же Книжек Не читаем Мы уже Пережеванное Каким-то Продюсером Режиссером Пережеванное Содержание Смотрим В кино Очень страшно Становится Когда люди Когда спрашиваешь Малыши Карсон Тебе понравилось Говорят про мультик А не про книгу И так далее Хотя Стоит Хотя бы Не знаю Хотя полчаса В день Уделить Прочтению Высокохудожественной Книги Причем Читать не поперек Ища сюжет Это у нас Кстати Стандартные Домашние задания Упражнения Всегда входят А вот читать Вкушая Эту книгу Вкушая Смыслы Которые есть Прорабатывать Эти смыслы Причем В динамике Прорабатывать Помнить Что было Что будет Представлять Это сразу Все картины Представлять Которые есть Это кстати Лекарство Серьезнейшее В том числе От деменеции Ну то есть Скажем так Все возможно Все возможно Было бы желание Все возможно Да Тут у нас В чате Балерина крутится Василий Васильевич Сбросил В чат Рисунок И тут Разговор Какую сторону Она крутится Напомню Если в правую Крутится Почасовой То это что означает Левая полушария Доминирует Если против Часовой То правая Доминирует То есть Левая полушария Это стандартная Большей степени В нашем Ну вот У правшей Так сказать Ну в общем Друзья мои Видите как полезно Надо в чат заходить Потому что Вы можете видеть Не только Что Как-то вам привычно А то что еще здесь Появляется Как иллюстрация Так что Заходите в чат Регистрируйтесь Кто еще не зарегистрированный И наслаждайтесь Вот здесь часто Бывают такие Интересные моменты Которые в эфир Иногда не входят Так дальше Смотрим С модой Значит с этим разобрались Ярагор Вопрос в эфир Владимир Анатольевич А как вы объясните Весьма множественные случаи Существования Людей С серьезными С серьезными Далями мозга С серьезными Далями мозга Или вообще Без он Тем не менее Они вели Вполне Нормальный образ жизни Даже писали Неплохие стихи Есть вообще Без мозга Есть гидроцефалия Так называемая Я то в принципе Ну как Как я могу Это объяснить С точки зрения Медицины Объяснить не могу Я не медик Да и ни один Медик это не объяснит Это является Неким парадоксальным Фактом для науки А вот Если говорить О человеке Как о существе Изначально совершенном Вот Захчен Говорит так Что человек Это существо Представляющее Изначальное совершенство И добавить сюда Что человек Одновременно В себе Содержит И свою Граничность Точку Так сказать И бесконечность И что сознание является Первичным Не как у Маркса И что в конечном итоге Сознание рождает При помощи Средоточения Своего внимания Рождает все Все слои И всего человека Целом То тогда наверное Этот вопрос По поводу Есть мозг Нет мозг Отпадает Ведь Есть же привидения Которые о чем-то думают Ходят вроде Ну есть Видели люди Привидений Прозрачной сущности Это раз И два Ну если мы верим Все таки В традиции Христианской В загробную жизнь А в традиции Наверное Какой-то Своей собственной Антологии В Не то что в вечное А в бесконечное Существование Своего сознания То Что есть мозг Что нет Далее мозга Вопрос Есть ли само сознание Насколько оно Субъектно То есть Насколько мы Отдали Этому миру Своё Право На существование Как человека Вот это по-моему Важнее Чем доля мозга А так да Есть вообще без мозга Есть гидроцефалия Люди работают Живут Наука Это ничем не объясняет А вот Другие Дисциплины Или другие Антологии Будем так Говорить Хотя это тоже Скучное очень Слово Объясняют Поэтому Если объяснять То объяснять Именно ими А не медициной Я думаю Что как раз Примеры Когда у человека Или полностью Или частично Отсутствовал мозг Или там Разжижение мозгов Было Но при этом Он оставался Полноценной личностью Занимался своими делами Как здесь сказали Писал стихи И много чего интересного Другого делал Как раз это может Являться Ответом На вопрос По хранению Знаний Информации Мысли И откуда они берутся И так далее То есть В мозге Или они присутствуют В мозге Или они хранятся Является ли мозг Тем самым Диском Как здесь пример Приводилось Или все-таки Это всего лишь навсего Некий упорядочивающий Механизм Био Какой-то Биоробота Такого Которые Какие-то функции Уполняют Более простые Вот как раз Такие примеры Они многозначны На многом Да Именно так Именно так Так Дальше Про стихи Поговорили Елена 777 Вопрос в эфир Скажите пожалуйста Какой у вас сайт Ну мне сюда Написать Можно озвучить Его По каким Ключевым словам Найти И можно написать Я его в чат сброшу А ну можно Значит Сайт Есть Посвященный Только Тематике Которую мы Сегодня говорим Это Ну так и называется Фитнесмозга Точка Ру Фитнесмозга Точка Ру Вот так вот Незатейливо Все Фитнесмозга А все остальные То есть это Фитнесмозг Является Первой Самой Маленькой Такой Но Необходимой Ступенью Для Всех Программ Есть такое Громкое слово Сейчас уже Менять Собственно говоря И не получится Называется Академия Развития цивилизации Ну тоже Достаточно скромненько Ну да Что тут Между нами Это секретничать Хорошо Дальше Макс Вопрос в эфир Какие упражнения Есть для развития Интуиции И как мы Отделим Голос Интуиции От голоса Логики Значит Упражнения Для развития интуиции Существуют Но сначала Мы Как всегда Не устаю повторять Должны привести Порядок То что есть Почему Потому что Вот Эти упражнения Которые Я сегодня Озвучил Они Представляют Тоже Громко Можно сказать Практиками Подходящими Для изучения Практики Дзакчен Это очень Серьезная Практика Дзакчен Она не включена Ни в одну религию Это практика Проявления Собственного Самосовершенствования Почему Потому что Посмотрите Мы занимаемся Телом То есть Мы пишем Передвигаем Руки Глазами Смотрим У нас Работает Ум И у нас Обязательно Включена Суда Речь То есть Тело Речь И ум Работает В практиках Которые Мы писали А дзакчен Это Что такое Это Достижение Состояния Недвойственности То есть Полное Соединение С окружающим Миром Не то что Интуиция Полное Как бы это Сказать Получше Осуществление Соединения С бесконечностью То есть Бесконечность И С неограниченными С неограниченными Знаниями И так далее Поэтому Даже первичные Эти практики Они имеют Достаточно Серьезную Базис Для того Чтобы развивать Интуицию Это раз Есть следующие Там У нас Следующие То есть Это состоит Из двух частей Как я сказал Первая Обязательная Вторая Дополнительная В которой Мы начинаем Охотиться За мыслью То есть Мы начинаем Вычленять Фрагментировать Мысли Которые у нас есть Начинаем Управлять Потоком Этих мыслей В качестве Наблюдателя В качестве Наблюдателя С логическим Мышлением В качестве Наблюдателя С ассоциативным Мышлением Ну а самое главное Как разделить Отделить голос Интуиции От голоса Логики Это тоже есть Весьма Простые Практики Верификация Верификация Сердца Мы ее называем Но есть упражнения Чтобы Этот навык Получить И он работает Работает Изумительно Могу сказать Что У нас В самом начале Был курс Основы Интуиции На развитие Человеков Который Был больше Настроен На получение Сверхспособности То есть На чудеса Определение Субъектов Объектов Без Знания Что это такое Субъекты Люди Объекты Что-то такое И в результате Вот такого рода Упражнений С помощью Верификации И так далее Достигались Результаты Правильности Определения Субъектов С точностью До 85 95% То есть Это есть Такие упражнения И Ну Какие есть Даже если я буду Говорить Толку от этого Не будет Потому что Наверное Их нужно Осуществлять Исправлять Ошибки То есть Их надо Изучать Вместе с Учителем Самостоятельно К сожалению Мало Кто Может Себя Заставить Уточняю Все-таки Написать Сайт Фитнес С мозга Одно Слово По Латинице Сейчас Напишу Я здесь просто Нашел Сверху Зелененькое Меню А чуть Пониже Экспресс Курс Развития Интуитивного Сознания Правильно Тогда я сейчас Просто сбрасываю Его в чат Вот друзья мои Смотрите В чате Я сбросил Его Так Дальше Дальше Читаем Следующий Вопрос А кстати Вот у меня Такая мысль Была Скажи Пожалуйста Вот По сути Эти упражнения Они Делают Совершенного Человека Био Совершенного То есть Выстраивают Все взаимосвязи И так далее Но Био Компьютер Это еще Не сам человек То есть Человечность Слово Здесь прозвучало Как-то так вот В спорном Достаточно Таком вопросе Ведь есть Довольно Совершенные люди Но при этом Гады полные То есть Они Биороботы Прекрасные Выполняют Все здорово У них Все отлично И тело Прекрасное И мозги Работают Но такие Гады Такие Твари Вот сейчас Современным Словом Сказать Не Являются Ли Такие Упражнения Если Их Не выборочно Давать Подготовкой Таких Хороших Людей Но Которые Могут Что-то нехорошее Сотворить Ну Тема Человека Нераскрыта Я понял Значит Во-первых Будем Говорить Я Не просто Так сказал Что У нас Мы в минусе Находимся С точки зрения Нашего интеллекта Просто в минусе То что Если больше Говорить о развитии Человека Вот мы хотим Измененное состояние Сознания И так далее Это отдельно Можно сказать Что у нас Сейчас измененное Состояние сознания А не то Которое должно быть Так вот Практики От которых Я говорю Это Первый шаг Приведения В норму То что у нас Должно быть То есть Здесь конечно же Мы не говорим О нормах Но если мы будем Говорить Только О такой Технологической части Есть комплекс Упражнений Их можно пройти Изучить В течение Шести часов За один день И у тебя Все начнет работать Это чисто Технологическая часть Которая приводит В норму Состояния Физиологии Все Если говорить Про сверхспособности И дальше То есть К счастью Есть Опять же Я говорю Только про опыт Ничего Не из теории Есть некоторые Предохранители Еще раз Так сказать Сообщаю Что это Самый первый шаг В программах Которые у нас есть Есть программа Практики вневременности Или семь грани волшебства Которых Действительно Рождаются Создаются Как побочный эффект Сверхспособности И так далее Но они работают Только в том случае Если человек Ну Грубо говоря Что ли Морально Нравственно Чист Или Более Точно Когда Эго человека Преобразовано В часть Его большого Себя Эго нельзя Отрубить Нельзя его обрезать То есть Это Воскету выпасть Она потом снова Вырастется То есть Мы же все-таки Конечные люди У нас есть Конечности Мы ходим Мы двигаемся Друг друга Можем Пощупать А эго является Управителем Вот как раз Нашего Конечного состояния Но с точки С точки зрения Осуществления Изучения Практика Самое главное Применение Практик Более высокого Порядка Чем Вот это Технологичное Технологическое Начало Оно возможно Только Если Человек Эгоистично Чист То есть Гордыни Нет Корости Нет Нет Каких-то Ну Еще Проявлений Причем Самое Интересное Что Даже Допустим Гордость Что ты Помог Человеку В чем-то Тоже является Этой частью Гордыни Тоже она Должна быть Преобразована Совсем Другое Состояние Причем Могу Сказать Это Тоже Исходя из Опыта Практики При изучении Практики Вневременности Которую Дальше Мы даем Нахождение Человека В состоянии Гордыни Натуральной Такой Явной Оно Дает Эффект Если кто-то Знает Наверное Когда На кислородных Баллонах На сварке Написано Масло Опасно Осторожно На кислород Попадает масло Он взрывается Так вот Если есть Хоть чуть-чуть Такой Настоящей Гордыни И человек Лезет дальше В практике Вневременности То есть В практике Неграниченного Сознания Поднимается Выше Времени Нашего Линейного То Большими Проблемами То есть Самой методике Предусмотрена За защиту От дурака Да Ну Еще раз говорю Что мы сейчас Говорим только Про методику Простую Технологическую Да Ну да А при Самой Практике Дальнейшего Обучения Да Не то что Это природой Предусмотрена Это не Я про то и говорю Предохранитель Защита от дурака К счастью есть К счастью есть Хорошо А то смотрите Как Зарвется Так Дальше Вопрос эфира От Андрея Из Екатеринбурга Здравия Владимир Подскажите Где происходит Обучение Волонтеров В каких городах Есть такие центры Обучения И как долго Происходит обучение В среднем По больнице Благодарю Ну Практический вопрос Практический ответ Значит Что касается Волонтеров У нас Программа Откроется В фонде Московском отделении Всероссийского фонда Милосердия и здоровья Откроется Она наверное Ну Скорее всего В декабре Или в январе Скорее всего То есть массовая Будет Это у нас есть Класс На котором Будет курсы Проходить В течение Несколько часов Если говорить Волонтеров Что касается Тренеров То они тоже Готовятся В Москве На Вебинарах Пока я еще Не готовил Это Двухдневное Занятие Конечно Когда человек Проходит сам То есть он сам Должен пройти Как ученик Экспресс-курс А потом Два дня Проходит Как учитель Это Тогда он уже Получает Методику Полностью Получает Сертификат Тренера Должен Каждый Год Его Обновлять Ну и Выполняет Некие условия Чтобы Там Цену он не задирал Если он это делает Не волонтерски Соответствовал Методике Поскольку Есть нюансы Допустим Если мы Активировали Но не синхронизировали Человек будет Слишком Эйфорическим Поднятым Состоянием Это От них Тоже Нехорошо Вот А волонтеров Мы начнем Готовить Как я сказал В этом фонде И Наверное Мы такое Сделаем Разнарядку Нашим тренерам А тренеры У нас уже есть В Ростове На Дону В Якутии В Петербурге В Уфе И в Москве Конечно Хорошо Вестник богов Реплика в эфир Владимир Каста Это русское понятие Каста Это союз Ста Ну вот Как раз Мы возвращаемся К языкам И про языка То есть Каста Это все-таки Как Санскрит Индия Да Или хинди Не Но дело-то в том Что опять же Если мы говорим Откуда санскрит пришел Они сами говорят Что санскрит пришел К нам И указывают Опять сторону России Поэтому Ну да То есть Это вопрос Не надо Наверное Говорить русское Надо говорить Прорусское Ну древнее Прорусское А в ведах Вообще-то Написано Варны Это цвет Пламени Огня Пламени души Цвет огня Понятно Да Варны Они присутствовали И у русских И у славян И у прорусских И так далее Здесь просто Каста Я так понимаю На что Владимир Вестник богов На что указывает Он указывает То что Руна К Это объединение А ста Это союз Объединение ста То есть получается Каста Вот если говорить Древняя Я бы даже Не ограничивался Вот такими Входами в историю Вот смотрите Варны Касты Ведь похоже Одно и то же Да А возьмите Карла Маркса С рабочих Крестьянами С купцами С Государством С классами Классы И Священниками Да Это Вещь Историческая Такая Антологическая Которая Наверное Идет С большой Глубины До Сегодняшних Дней Только по разному Объясняется Разных степеней Свободы И это раз И два Хотелось бы Все таки Не ограничивать Даже Я еще Еще и переплюну Вестника богов Не ограничивать Там Русская Понятие Прорусская Давайте Попробуйте Вникнуть Допустим В тот же Буддизм Если вникать Достаточно глубоко Философское Понимание То есть Высшие Слои Буддизма Философские То можно То можно Заметить Что Это Даже Внеземное Содержание Существует То Которое Ну Все Имеет Некоторые Некоторые Содержания Которые Для земли Великоваты Поэтому Ауры Сознание Сознание Мне Тоже Оно Не Очень Нравится Тогда Мы Начинаем Видеть Но Самое Важное Чтобы Мы Не Опять Превращали В ограниченное Состояние Мы Начинаем Что-то Видеть И Начинаем Это Сопоставлять С тем Что Знаем В ограниченном Мире И Опять Мы Попадаем В эту Ловушку Хорошо Виталий Из Эстонии Написал У меня Больше Работает Правая Рука Левая Больше Помогает Что Можете Порекомендовать В развитии Чистить Зубы По утрам Так Дальше Дальше Миколаевич Вопрос В эфир Смысловые Галлюцинации Голоса Звучащие В голове Что это И как С этим Бороться Ну Я думаю Что К врачу Сначала Сходить Надо Ну Врачи Обычно Говорят Ну У вас Батенька Шизофрения Не переживайте На блеточке Попеть Успокойтесь Пройдет Очень Интересно Я Недавно Прочитал Книгу Очень Серьезного Буддийского Специалиста Подзакчен Он описывал Намкай Норбу Он описывал Что у него был дядя Ну Типа сумасшедший Его считали Все сумасшедшим Он там На всех Нестандартное поведение Было И так далее Ну Несмотря на то Что все просветленные Они так считали Сумасшедшим Но он В конечном итоге Ему прислали вещь Что он Уденился Где-то там В горах жил Долго Ну Там Револю Много В общем Всего И в конце концов Этот дядя Несмотря на то Что у него был Ну Шизофрения Точно Или параной Ну не параной Шизофрения Наверное Тоже наверное Были голоса Он ушел В радужное тело То есть он Настолько Практику Все-таки сумел Преодолеть Это все сам То есть Субъектность свою Поднял Изучил практики И ушел В радужное тело Это значит Что он Вышел из этой Двойственности Это означает Что он достиг Развития Такого Что смог Это сделать Так что Действительно Нужно Как сказать Ну к врачам Надо конечно Сходить Но надо Ну что я могу Сказать Надо Есть такой В общем Случай Что есть Примеры Для подражания Хорошо Хорошо Ограничимся Пока таким Ответом Идем дальше Вопрос Эфир от Олега Из Иркутска Существуют ли Существуют люди Которые видят Сгустки энергии Например Над куполами церквей Как результат Молитвы Группы людей Как при желании Активировать Данную способность Человеческого мозга И как ты объяснишь Что дети Видят Определенные Сущности И я в детстве Видел Которые Не видят Взрослые Почему взрослые Теряют эту способность Которая Кстати Есть и у кошек Благодарю Ну Я об этом Даже по-моему И говорил Что дети Более чистые Существа Не с точки зрения Чистоты внутренней А с точки зрения Что они Не завернуты Еще В нормы Правила Шаблоны Человечества То есть Матрицы Общественного сознания Как таковые Где мозг Начинает думать Что именно так происходит То есть Он перестает Видеть то Что ему Не хочется видеть Вот возьмите Рисунки Есть различные Где Так называемые Есть Образные иллюзии Мозг Пририсовывает Сам что угодно И кривые линии Сделает И так далее То есть Мозг Или рабочий ум Лучше так Можно назвать Уводит От того Что ему Что он не может Объяснить Или то Что не входит В эти Правила Стереотипы Мышления А правила Стереотипы Социально-бытовые Правила Стереотипы Экономические Потом Потом Политические И так далее Они Как только в них Сознание входит Во-первых Не остается Внимание Сознания На другое Поэтому Мы часто Не видим Не замечаем То что не входит В эти правила Стереотипы А во-вторых Конечно же Преобразует Это сознание И как В самом начале Я говорил Забирает Деятельность Часть Комплекса Сознания Мозг Сознания На себя И Мозг Атрофируется Сам по себе То есть Этот комплекс Атрофируется То есть Будем так Говорить Что В практиках Мало Конечно же Писать Левой Правой Рукой Это помогает Освобождаться От стереотипов От шаблонов Необходимо Восстанавливать Свою субъектность Методом Вытаскивания Своего внимания Из Социальных Стереотипов Шаблонов То есть Когда наше Внимание Сознание Вовлечено Мы действуем В соответствии С трипотипами Шаблонами И ничего Не видим Кроме них Как только Мы начинаем Вытаскивать Это внимание Вы еще Не то Можете увидеть Но Если вы Быстро Пройдете Через эту Фазу Вам Не надо Будет Видеть Потому что То что Вы видите Вы видите Опять Нечто Которое Мозг Дорисовывает Не Ну Есть еще вариант Когда наступает Велотекущая Жесофрения Когда человек Очень быстро Начинает двигаться А то и вулканическая Там крышу Может снести Так что Поосторожнее Последовательно Идите Не пересердствуйте Здесь уточнение Вопрос эфира Уточнение О названии книги Подздак Чен Норму Это где у нас Ну вот ты вот Говорил там Про что-то Подзак Чен Норму Нет Это Дзок Чен Это Намкай Норму Нормкай Нормбу Это Имя Фамилия Тибетского Учителя То есть Это Очень Серьезный Практик Очень Умный Человек Достигший Не просто Каким-то Учением А Освоивший Практики Зак Чена Потому что Не Зак Чена А практики Зак Чена Зак Чена Это переводится Как Изначальное Совершенство Хорошо Вопрос Эфир от Романа Из Кирова Как получается Так что Человек Может Запоминать Какие-то Имена Голоса В астрале Или Ментале Если это Ментал И что с этим Делать Можно ли Применять Практики Данные Данные Ведения Ну Вопрос Очень Простой Если Человек Так Говорит Значит Он В астрале Или Ментале Если Это Ментал Был Или Как Он Там Был И правильно Ли Что это Астрал Ментал Тут Вопрос Такой Очень Как Сказать Могу Сказать Нечто Другое Существуют Практики Снов То есть Мы Глубоко Спим Иногда Бывает Такое Решение Какое Находим Жизненные Проблемы Или еще Что-то Такое Для себя И потом Начинаем Просыпаться Начинаем Это все То есть Это решение Теряет Что-то Теряет В конце Концов Мы Приходим С какой-то С пустым Лукошком Вот Это Более Интересно И почему Так Приходим Потому Что Ну Представьте Вот Как Кто-нибудь Может Представить Четырехмерный Куб Не Может А нам Надо Его вытащить Из Четырехмерного Сна И здесь Рассказать Что это Закуп И применить Это Вот это Более Интересно И наверное Стоит Об этом Говорить А что Касается Ментала И астрала Ну Я не знаю Какие практики Применяет Роман Это Специфика Которой Говорить Просто так Не зная Ну Наверное Нельзя Ладно Идем Дальше Виталий Из Эстонии Реплика Опору Делаем На логику И на интуицию Если я правильно Понял Опору Мы делаем На Своё Сознание Логики Когда есть Интуиция Логики Нет Она Исчезает То есть Интуиция Полностью Заменяет Логику В этой Связи Чтобы было Понятно Я попробую Такую Провести Аналогию Что ли Вот Взяли мы Ученическую Линейку Все знают Что это такое Там Миллиметры Причем Они сейчас Разные Миллиметры Причем На разных Линейках И взяли Человеческий Волос Сможем Мы Измерить Этой Линейкой Человеческий Волос Нет Ну Значит Что мы Скажем Что мы Не знаем Какое Вообще Его В нашей Жизни Нет Так И наше Сознание Аналогическое Еще Какое И Непонятное То что мы Не можем Выявить Узнать Определить Мы Считаем Что этого Нет Ну нет Мы не можем Это определить И мы Многое просто Не видим Мы не можем Таким инструментом Не можем Изучить этот мир Какой вывод Нам нужно Необходимо иметь Соответствующий Инструмент Для изучения Мира А у нас Инструмент Это наш Наш ум Да Рабочий Интуитивный Трансцендентный Экциональный Какие-то Свойства Значит Нам нужно Его преобразовывать Поэтому Если мы будем Говорить на Свойства Этого Ума Даже Свойства Деятельности Этого Ума Логика Деятельность Этого Ума Во времени Или интуиция Деятельность Этого Ума Вне Времени Это хорошо Да Мы будем Лучше Будем Вне Времени Действовать Но у нас Для этого Надо иметь Соответствующий Ум Соответствующий Сознание Которое Не должно быть Как сказать Как линейка Ученическая Если мы будем Что-то пытаться Измерять Совсем другого Из другого Мира Ну я вот Например Не стал бы Мерить Толщину Волоса Ученической Линейки А померил Его длину И сказал Вот волос Иметь Такую длину Ученической Линейки Его можно Измерить Если уж Мы говорим Про Толщину Диаметр То да Наверное Тут другие Нужны Измерительные Приборы Николаевич Реплика Эфир Недопонял От Деменции Сказок Или художественной Литературы В день Час Чтения Помогает Я думаю Что да Только художественной Литературы Такой Достаточно Сложный Не сказок Таких Простых Ну допустим Может быть Нудный Но Следует Почитать И Напрячь Сознание Напрячь Ум Чтобы Представить Это все В красках То что написано Ну Война и мир Почитайте Да Война и мир Хорошо Стоят мозги На место Если внимательно Читать Вопрос эфир Вася Пупкин Одесса Черная точка В левой части Зрительной области Что это Как побороть Не знаю К врачам Да Ну не знаю Да Черная точка Есть слепые пятна Может быть Это у вас На хрусталике Или на Глазном яблоке Что-то такое Наверное Надо глазняку сходить Глазняку Глазняку Да Глазняку Вопрос Такой ответ А тут занят Да Нафиг Нафиг Терапевт Как в анекдоте Вопрос в эфир Владимир Анатольевич Я считаю Что мозг Это просто Средство коммуникации С единым Планетарным Хранилищем Информации Как вы считаете Такая теория Может иметь место Теория Любая Может иметь место У нас же Бесконечный мир Бесконечное Сознание Бесконечное Все кругом Всему есть место В этом мире Но вот Я просто не стал бы Со своей точки зрения Так все схематизировать Да Средство коммуникации Но средство коммуникации Часть человека То есть Получается что Если Как говорил Христос Я и Отец одно То выделять В нечто Такое Механистическое Ну я бы не стал бы Все таки Коммуникация С чем-то Да получается Я отдельно Коммуникация отдельная Что-то отдельное То есть Мы себя ограничиваем И говорим Что там одно Здесь другое Там одно Это как раз вопрос эго А когда я говорю Что я есть все И одновременно Я есть разделенный здесь Но для этого Необходим Линейку заменить Ученическую На нечто другое Тогда наверное Можно принять И ваше Ваше Так сказать Видение Вот здесь сбрасывают В чате Норбу Намкай Книги онлайн И ссылка идет Так что Кто в чате Те могут еще И увидеть Эти ссылки Ими воспользоваться Так Ну как говорят Так вот Как говорил Тот или тот В частности Иисус Вот я бы Говорил Я вот Не выжил В те времена Не слышал Что он говорил А вот Прочесть Что написано Того имени То там Написано Так-то и так-то Наверное Это более правильно Было бы А то у нас Так это всегда Ссылается Так как будто Вы там сами Все присутствовали Ну нам свойство Всем людям Так Говорить Вот там Так-то написано Ладно Идем дальше Солнце Вопрос эфир Владимир Анатольевич Уточните пожалуйста Слова в Про языке Имели смысл Или все-таки Были некие Формулы Предназначенные Для каких-то Действий оператора Вот такой Мудрыный вопрос Ну мы можем Перейти к антологии Что у нас Здесь лаборатория И мы подопытные кролики Тогда да Тогда операторы Это раз Во-вторых Значит Слова Всегда Ну как сказать Слова Смысл Не имеет Это смысл Имеет слова Потому что Смысл Он В идеальном отношении Его целиком Полностью Никогда нельзя понять Бесконечный Мы только можем Частичками смыслов Различных Смотреть Как вот Смотришь на стакан Ну и на стакан На любую форму И Такое есть упражнение Попробуй его Увидеть со всех сторон Не увидишь Так и слово Это часть смысла Которое Можно увидеть С одной стороны Выдать Свойства Этого смысла А что касается Воздействия слов То здесь есть Конечно Некая Правда Что ли То есть Звучание Определенное Звучание Оно Осуществляет Определенное Действие Весь мир наш Собственно говоря Состоит Из Осажденных В материю Света И звука Поэтому Если к вашей Вот этой Вот Мысли Присоединить Эти слова Наверное Это будет правильно Хорошо Идем Дальше Вопрос в эфир От Владимира Измытич Владимир Анатольевич Зло и добро Внутри мозга Человека Или снаружи Серьезный вопрос Но у нас вообще Серьезные люди Собрались Так что Все Все зло От ума Конечно Как это Горе от ума Не мудрствуйте Лукаво Не будет зла Да Да Ну В мозгу Ничего нет Кроме клеток Тканей И так далее Двойственность Так называемая То есть Добро и зло Оно Появляется В ограниченном мире Там где есть Границы Сразу есть то что С одной стороны границы То что есть С другой стороны границы А в неограниченном мире Там где Времени нет Такого Как мы понимаем Мы придумали Это придумка Только человека Не животных Не планеты Не знаю там Высших существ Это придумка Человеческое время От прошлого к будущему В этом мире есть И зло и добро Как его интерпретирует В этом мире Сам человек Только он может Интерпретировать Все как зло и добро Такая извечная истина Вот как ты себя позиционируешь Такой ты и есть Вот что ты думаешь Что ты к себе и притягиваешь Что притягиваешь Что из себя и выдаешь Поэтому Что в тебе больше Добра или зла На чьей ты стороне Все достаточно просто Хорошо Нравится сегодня наша беседа Идем дальше Вопросы в эфир от Олега Зыркутска Владимир У меня к тебе Нечеловеческая просьба Объясни Как аннулировать Действия 25 кадра И нейролингвистического Программирования Через телевизор На наших Любимых Женщин Достаточно Не смотреть Зомбоящик И все установки Пропадут Со временем Или есть Особая Научная методика Очень Насущная Тема Благодарю Ну а почему только На женщин тогда Мужчин не действует 25 кадр А он справился Видимо Он уже У него очки Наверное Какие-то волшебные Ну первое Это не надо смотреть Телевизор Это первое Второе 25 кадр Ну я Стараюсь Отвечать на это Подробно Значит Первое Не смотреть телевизор Второе Не смотреть телевизор И третье Ну понятно Что Не смотреть телевизор А если не смотреть телевизор Зачем тогда телевизор В доме Вот Значит Четвертое Выкинуть телевизор Не смотреть Как выкидывают Телевизор Вот Да Я оглянулся Посмотреть Не оглянулся И она Ну а если Серьезно Значит То Тема Это Интересная Не с точки Зрения Программирования Ну НЛП Оно не только В 25 кадре Оно НЛП В 25 кадре Его нету Нейролингвистическое Программирование Оно не в 25 кадре Оно в словах Я могу говорить Слова какие-то С маркерами И человек Будет это воспринимать Долго-долго А потом у него Такое устойчивое мнение О каком-то предмете Сложится Это как раз вопрос Создания цивилизации Человеком Осаждая Своё сознание В этих слоях Цивилизации В стереотипах И шаблонах Настолько Что его сознание Начинает зависеть От этих Стереотипов Шаблонов В этом слое То есть мы тоже Можем разделить Их на четыре Как касты Варны Слоя сознания Куда вовлекается Того или иного На уровне человека Это сознание Социально-бытовое Экономическое Политическое И так далее Здесь вопрос Как раз субъектности Методика Собственно говоря Очень простая Это Возвращать Свою субъектность Не субъективность Это разные вещи Посмотрите В интернете Есть в Википедии Очень хорошее определение Это возвращать Свою субъектность Из слоя Общественного сознания То есть делать Не как все А как велит Твое сердце Иногда это будет Как все Но это будет Уже не принципиально Хорошо Идем дальше Вопрос эфир От Велимира Вы исключаете Логику То есть Исключаете Обоснованность Последовательность Определенность Непротиворечивость Делите мышление На логическое И интуитивное А разве нельзя Совмещать Или вы Не умеете И поэтому Учите разделять Либо интуиция Либо логика Три вопроса Такие Ну Нормальный вопрос Постоянно такой вопрос У нас есть Что же нам делать С логикой Если мы Системами Руководствуемся То понимаем Что любая система Высшего порядка Она включает Все системы Низшего порядка Что такое Логика В понимании Это Не Философском Понимании А вот Понимание О том Что я говорил Это Последовательность Причин Причинно-следственного Действия Сознания То есть у меня Есть вопрос Я должен На основании Каких-то стереотипов Получить На этот вопрос Ответ Или Есть проблема Я должен Получить решение Либо В результате Несколько Итераций Вот что такое Логическое мышление И оно Во времени Человеком Вытянуто Растянуто Во времени От прошлого Будущего То есть оно Собственно говоря Создает Логическое мышление Не логика Вот смотрите Еще раз Написали логику А логическое мышление Оно создает Наше Линейное время И мы Обратным таким ходом Путем Наша Психика Наше эго Наше я Тоже растягивается Во времени От прошлого К будущему То есть Представьте Вот вы сможете Только здесь Сейчас Находиться Нет Вы что-то Вспомните Что слева Что что сзади У вас Или как там В прошлом Будете заботиться О будущем Ассоциативное мышление Оно в себе Элементы логики Несет Конечно же Без этого Тоже нельзя Но только оно Интуитивное мышление Несколько итераций Делает за одну Человек Не может Мыслить Две мысли Одновременно Вот В своем Состоянии Линейного мышления Если он Так сказать Вот мы Упражнения У нас есть Он начинает Записывать Свои мысли И связи Между ними Фрагментация Мыслей И правило Очень простое Он не может Из одной мысли Вывести Сразу две То есть Он может Должен возвратиться К первой И снова Следующую Подумать По-другому Не получается Вот в этой В этом Определении Логика является Нишим Образом мышления Которое Рождает Человек Его субъективное Последовательное Время В ассоциативном Мышлении В ассоциативном Мышлении Логика Присутствует Как я сказал Внутри Вот этих Одна итерация Много Вместо Много Логических Связок Интуитивное Мышление Само по себе Оно Конечно Другого Порядка Оно Нелинейного Порядка И Находится Во вневременной Плоскости Но Реализация Интуитивного Мышления Ну Если человек Будет Постоянно В Какие-то Инсайды Выкладывать Ну Наверное Ему будет Тяжело Жить В обществе В обществе Чтобы себя Проявлять Ему иногда Приходится Это Объяснять Логически Или интерпретировать То есть Это ему Придется Делать Вот В каком Смысле Я говорил О Этих Образах Мышления Я могу Сказать Что Если вы Достигнете Уровня Интуитивного Мышления Вы Наверное Ответите На этот Вопрос Себе Сами Я вот Думаю Что Беда Многих Людей Которые Отравлены Современной Цивилизацией В том Что Они Как-то Для себя Находят Вариант Существования Естественно Под него Постраивают Вариант Мышления В зависимости От условий Быта В зависимости От условий Работы Проживания Окружения Человеческого Социума И так далее И Часто Бывает Что Люди Живут Только Интуицией Вот что Появляется Такое Непонятно Они Туда И Тянутся Есть Люди Которые Дрессировали Только Логически Мыслить Каждый Шаг У них Прописан И так далее Но я Редко Встречаю Людей У которых Бы и то И другое Взаимосвязано Было Я встречаю Людей У которых Хаос В голове Они Не умеют Ни того Ни другого Таких Очень Много Но Я не Встречал Людей У которых Было И интуитивное Мышление И логическое Мышление Соединены Воедино Вот таких Людей Если И есть То Как бы Неполноценно Я встречал Таких Людей Ну Проблески Но полностью Чтобы было И то и другое Как-то На моем пути Еще не встречались Такие люди Ну Я могу Здесь Добавить Что Вот мы Говорим Об этих Трех Образах Способах Мышления Тоже ведь Как О таком Механизме Части Методики Ведь По идее Это Она Приводит К Недвойственному Мышлению Когда Спонтанному Недвойственному Мышлению Когда мы Ну Как можно Логически Объяснить Когда Я могу Сказать Допустим Я и знание Это одно Или Как я могу Логически Объяснить Что точка Бесконечности Это одно и то же Но Никак Никакая Логика Это не Определит Это примерно Есть очень Замечательная Такая Аналогия Она уже Есть Научные Сказки Или научные Притчи Балуются Ученые Создали Такую страну Флетляндия Называется От слова Флет Поверхность На которой Живут Плоские Многоугольники Чем меньше Углов Тем Это значит Плебс Больше Углов Он более Уважительный Многоугольник И вот На эту Флетлянди Упал Бриллиант Бриллиант Совершенной красоты С огранкой Как положено С треугольными Этими Гранями Ну и Никто Сильно Не Заметил Присутствие Какого-то Треугольника То есть Притча Понятна На Флетляндии Бриллиант Этот Красивый Объемный Блестящий Совершенный Он Соприкоснулся С плоскостью Своей Гранью Одной Ну и Все восприняли Простую Какую-то Геометрическую Фигурку Да Простой Треугольничек Какой-то Такой Нинишевый Порядка Всего лишь Треугольник Типа Ну и что ты здесь делаешь Сколько раз Почему Ку Не делаешь Хорошо Идем Нет вообще Когда Что ты привел Пример Как вот это Можно На самом деле И это тоже Логика может представить Если логически Человек Себя подготовил Что это Есть С точки зрения Логики Это все есть Оно не противоречит А вот если он пытается Умом это понять Как-то С базы Какой-то Не представляя Что это все есть Тогда могут возникнуть Какие-то Противоречия Конечно Поэтому я говорю Здесь вот я Мало встречаю людей Которых бы И то и другое Работало Есть наметки Какие-то У многих Вот таких Которые люди Задумываются О будущем О вечности Понимают Что человек Это не просто так Вот там Да А есть люди Которые живут Здесь про обезьян Говорили мы Никого не хочется Обижать Но есть такие Которые вот Банан схватило И это все Это успех По жизни Я все-таки Добавил Здесь вот что Значит Ни в коем случае Нельзя Такие Такие Каждый человек Это действительно Совершенство Причем Опять же Нелогично Рассуждать Но можно Такой Парадокс Сказать В бесконечности Поставили точку Она может быть Точкой Центром Бесконечности Правильно По всем признакам Я поставил рядом Еще одну точку Она тоже Центр бесконечности И вот Такого рода Где-то хитрости Математики Можно найти Здесь Неточности А вот Такого рода Упражнения Называемые Каанами То есть Сопрягать Несопрягаемо Самый простой Каан Который в интернете Можете найти Это Послушай Услышь звук Хлопка одной ладони То есть Нечто Которое В этом нашем мире Не может быть Сделано Но ты должен Это узнать Оно позволяет Вот эту ученическую Линейку Которой мы Пользоваться будем Даже когда мы Будем там Микроскопами И так далее Мы все равно Будем ее пользоваться Для определенных действий То есть Мы от логики Никуда не уйдем Но Дать Такой пинок Человеку Чтобы он Вышел Из этого инструмента И стал искать Другой Кардинальный Есть такое понятие Инвариантность Вот для нас Инвариантность Это 3D Пространственная Инвариантность То есть То что Линии координат Они ортогональны Между собой Умножение склеарное Друг на друга Является Равно нулю Мы не можем Четвертую Добавить Координату В нашем Измерении Но если мы Уберем слово Пространственное То мы можем В таком случае Написать Еще координату Запаха Координату Цвета Координату Яркости Они же друг с другом Не совпадают Никак И можем В этих координатах Уже работать Но для этого Нам нужен Инструмент Чтобы это Понять Поэтому Мы многое Не видим Что мы Ограничены Своим Умом И ограничены Через Логическое Мышление Почему я На него Постоянно Говорю И готов Тут Даже пускай Не говорить Что я не умею Логически мыслить Потому что Логика Держит нас В тисках Линейного Времени Как только мы Из этих тисков Каким-то образом Выведемся Ну не сумасшествием Конечно А есть практики Как выйти из этого Мы сразу Увидим Многое Вот каждый стал Говорить о том Что в трехмерное Пространство Попытаться проявить Какое-то Что-то Большего Пространства Здесь как раз Подойдет вариант Точно такой же Как ты описывал Плоскость На которую упал Граненый алмаз Когда Здесь Случается Такое Что проявляется Нечто более Многомерное Чем трехмерка То люди Иногда Воспринимают Это как что-то Размытое Непонятное Потому что Не может Мозг это Представить Нет у нас Органов чувств Для многомерности Более трех Плюс время четвертое И дорисовывает Да И начинает Или дорисовывать Или мозг Просто вставляет Защиту Что этого Не может быть И все Как бы Показалось Сейчас говорят Вот мне показалось Нечто Не могу объяснить Что Или Они наоборот Представляют В упрощенном формате Какую-то плоскость То есть Плоскость От чего-либо И тогда мозг Воспринимает Ага Да Вот какая-то Плоскость есть То есть Он не видит Этой многомерности Он видит Просто или плоскость Или что-то Размытое Или мозг Его формирует В нечто такое Что ему хотя бы Как-то может В виде животного Какого-то В виде дерева В виде чего-то еще Показаться Что ему более-менее Приятно С точки зрения Приятия Вот Что мозг Его может принять Вот кстати Виктор Леонидович Велимир Здесь уточнение написал Вы не о логическом мышлении Говорите Вы говорите О последовательности мышления А называете это Логикой Это подмена понятий Вот такой Вердикт Ну это где-то еще Просто я Нет Здесь это просто Я уже из чата читаю Как бы Здесь сюда Я это не копировал Потому что это реплика А помните Как Если бы Профессор Преображенский Газеты не хотел покупать Если бы у нас была дискуссия Я вам доказала бы Ну да А не хочу и все Да Не хочу Ну ладно Идем дальше Вопрос эфира От Олега из Иркутска Владимир С чем ты связываешь Исследование ученых Что КПД человеческого мозга Оставляет 3-5% Вселенские ли это Закономерные явления И изменения В результате движения планет Светил Или Всеобщая деградация Общественного мироустройства Жертва Маргинализации И мультикультуры Благодарю Ну я бы вот эти все Страшные вещи убрал бы Слова такие Да Матерные Прямо на ночь глядя Во-вторых Я уже говорил О слоях общественного сознания Которые забирает у нас Забрали В течение Ну определенных Очень ярко Это как раз С коммуникациями Новыми связаны Когда мы перестали Размышлять на тему Того или иного За нас это все решили И мозг перестал Думать об этом Это было Конечно же Как частично Ну наверное Много Из деятельности Мозговой Было Выбрано Уничтожено А так Наверное Все таки У нас просто Есть потенциал Никто у нас Ничего не забирал Больше чем мы Сами отдали Все остальное Есть потенциал Смотрите сами Как только мы запускаем Полушарие Работать Не как сумасшедшего Амбидекстра У которого Переключается Все и до эпилепсии Доходит Что приходится Разрезать Мозолистое тело А В нормальном На таком Эффективном Использовании Мы открываем Себе дорогу Вообще Целую дверь Открываем К дальнейшему Развитию То есть Я же тоже Упомянул Закчен И основание Закчена О развитии Тела Речи Ума Это же То же самое Мы открываем Себе дверь И мы этот инструмент Начинаем преобразовать Линейку начинаем Ученическую преобразовать Нечто другое Так сказать Ортогональной линейки По сути И по смыслу И начинаем Куда-то двигаться Но нам все равно Он будет нужен Для того Чтобы идти По этому пути И Вот То что мы Упражнения делаем В течение Там Шести часов Я могу сказать Что люди устают Как будто они Целый месяц работали Не покладая рук Хотя сидели Ну писали И Это такая Хорошая усталость Сразу хорошо спится Потом начинается Яркое Так сказать Развитие быстрое И мозг Начинает работать Мы запускаем Мы можем запустить На Сколько там Ну Пускай там 3-5 процентов Ну скажем Там на 20-25 процентов Но не надо Больше-то стараться Ведь есть пограничные Услови Когда нужно Срочно включиться И срочно решить Какой-то вопрос Причем Иногда Такие Экстремальные Случаи Рождают Вообще Новые способности То есть Прожигает Вот эту Обыденность Нашего сознания Для достижения Нечто высшего Поэтому С точки зрения Систем Которые Сложных систем Сложных систем Работающих В пограничных условиях Это нормальные цифры Ничего страшного В этом нет Но на самом деле Ты не говорил Про КПД Человеческого мозга Ты говорил про то Что задействовано 3-5 процентов Да Вот И на занятиях До 25 А то и до 50 Задействований Происходит А про КПД Ты ничего не говорил Так Идем дальше Его и не измеришь Собственно Начали измерять Да Вот как его измерить Тоже у меня такой вопрос Родился Вопрос эфира От Олега Зыркутска Академик Бехтерева Как-то заявила Что человеческий мозг Это божественное творение А что ты думаешь Исходя из своего опыта Наработок и исследований Кто создал этот шедевр Который полностью Не исследован до сих пор И возможности которого Просто потрясают Благодарю Ну смотрите Конечно Это не механизм Да Но мозг Хотя мозг Может быть механизм Вот сознание Не механизм Вся материя Создается Наблюдателем Согласно Квантовому эффекту Из Вол Это нынче Ну и нынче Это еще Очень давно Как только начали Эксперименты эти делать Если Может быть Кто-то помнит По учебникам Через решетку Пропускали Лучи Или там С электронной Лучевой трубки Там То ли Электроны шли То ли лучи И на экране Отображалась решетка Решетка Или ровная Ровная поверхность Вот это излучение Оно имело Оно имело Оно имело Свойство Волны И Обладало Дифракцией Огибало Эти решетки Как только начали За этим наблюдать Это излучение Превратилось В частицы И хаистично Биться об решетку Стало На экране Появилось Соответствующее Изображение Вот Ключ к разгадке Есть сознание Оно может быть Там лучевое Есть общее В конечном итоге При появлении Наблюдателя Все осаждается В нечто Совершенное Посмотрите на снежинки Подборки снежинок Очень хорошие В интернете есть Они совершенные Они настолько Красивые И совершенные Что глаз не оторвать Если изучать Наш мозг Больше Даже под микроскопом Начинаешь изучать Когда смотришь Эти снимки Элементов Они тоже совершенные Сами по себе Строение мозга Вот эта нейросеть Она тоже Ну если в математике Есть такое понятие Фрактал Фрактальные Само по себе Завораживающие Совершенные Так что Вот что говорится Бог создал Ну Бог такое Если Бог как личность Он ограниченная Личность Наверное Это надо говорить О нечто Так сказать Абсолютном Что не ограничено И что это было создано Все этой системы Одновременно То есть нельзя Это создать Каким-то одним Человеком Одной личностью Это создается Всей природой Всей вселенной Вот это мое мнение Хорошо Владимир Измытищ Вопрос в эфир Владимир Мысль Это совокупное Проявление Всех органов Человека Или это монополия Головного мозга И не то И не то И не другое Вот как-то так Вот и получаю ответ И не то И не то И не другое Мысль Это все-таки Как Сказать Мысль Она не относится К мозгу А стало быть Не относится И к другим органам Это та же Бехтерева доказала Она не нашла мысль В мозге В потрохах В клетках В почках Ее мысли там нет То есть мысли в теле нет Понятно Ну что ж Все вопросы мы Из чата выбрали Можно подводить Итог сегодняшней Нашей с тобой встречи И в заключении После подведения Можно пожелать Что-то хорошее Доброе Нашим радиослушателям И уточнить О чем мы будем говорить В следующих беседах Ну что могу сказать Я очень рад Вопросы были Ну Интересные Вопросы были А это самое главное Я думаю Что было и больше вопросов Очень рад Что тема Интересная Я думаю Что она будет Интересна и дальше И в принципе Она сама по себе Развивается И это Говорит о том Что человек Человек Не просто Как механизм Как некая Такая Спора Которая Или там Не знаю Бактерия Которая вокруг Создает эти Взаимоотношения В виде какой-то Слизи Такой живет Человек начинает Становиться Человеком И это Проявляется В интересе К таким Интересным Темам К такого рода Развитию Событий Внутри Мозга Сознания Каждого Поэтому Я конечно В первую очередь Желаю Сначала Желаю Больше Интересоваться И самое важное Вот что Ни в коем случае Не верить В то что говорят Потому что Говорят там Уважаемые люди Не верить В то что Прочитано То что в очень умных Книжках это сказано Или там на супер сайтах Или там Какие-то уважаемые Популярные люди говорят А только через Пропуская через свое сознание Через свое сердце И тогда Утверждаться в этом Или отбрасывать это А мы Конечно Мы Если Может быть Будут какие-то еще запросы Но хотелось бы Поговорить о многом Хотелось бы Поговорить о той самой Матрице общественного сознания Которой мы сегодня Задевали Это все Это очень интересная тема Не только с точки зрения Размышлений По поводу Где же находится Наше сознание Но оно имеет Практическое применение Я еще не сказал Что все эти практики Которые мы проходим Они Методики Они имеют Чрезвычайно Приземленное Чрезвычайно полезное Жизненное применение То есть увеличился Внимательность Интеллект Быстрое решение вопросов Еще раз говорю Все это Не выдумано Не рассказывается Так это все На практике Мы собираем Эти моменты Собираем Наши От наших Уже друзей Даже не учеников А друзей Все вот эти Интересные факты И вот тема Слоев общественного Сознания Матрицы Слоев общественного Сознания Она имеет Очень серьезное Выражение В практике Даже в таких Больших Допустим Создания Брендов Огромных Конгломератов Сообществ В понимании Своего места В обществе Мы говорим Тут про мозг Про себя Но в принципе Мы же Должны всегда Себя Самоопределять Кто мы Как мы Что мы Вот этот вопрос Мы рассмотрим С вами Такой Весьма практичный Вопрос По интуиции Развития Интуитивного Сознания Вот как раз Следующая передача У нас и будет Посвящена этому Они очень связаны Между собой Развитие Интуитивного Сознания Следующая передача Может быть даже Пару упражнений Попытаемся сделать Если вы захотите Что такое интуиция Вот сегодня Как раз Вопросы-то и были Рядом стоящие Про интуицию Там Логика С интуицией Как они связаны Как они Взаимодействуют Между собой Чего можно отказываться Чего нет Где она лежит Где она спряталась И Как Наверное Даже Больше Точно Как ее правильно Все-таки Определить Что такое интуиция Ведь мы можем Что-то напутать Об этом Хотелось бы поговорить Но есть такой Вопрос Который Наверное Будет потом Чуть позже Это Женская интуиция О Ну это да Это Дремучий лес Ну в общем Целая серия Передач у нас С Владимиром Задумана Я думаю При вашей поддержке Все у нас будет Хорошо и замечательно И вы Что-то для себя Интересное Подчерпнете И может быть Как-то Научитесь Чему-то Будет какое-то Практическое Познание Понимание Развитие Вот ради этого В принципе Все эти наши Передачи И задуманы Ну что ж В заключении Надо пожелать Что-то нашим Радиослушкин Доброе Хорошее И прощаться С ними Очень хотелось Чтобы у вас Все было Хорошо И В жизни Хорошо Пускай Значит у нас Она Линейная Пока наше Сознание Но я думаю Что Наступило Время Сейчас Когда Очень много Что Раньше Было Просто Невозможным Теперь Свершается Это Действительно Так Это Показывает Все наши Практики Мои Так сказать Практики Опыт Моих Товарищей Друзей Кто Занимался Я надеюсь Что у вас Кто Начал Интересоваться Собой Своим Развитием И вообще Человеческим Будет Будет Все Хорошо И Будет Все Правильно Здравы Будем И Благодарю Ну что ж Напоминаю Что по одному Из современных Календарей На дворе 17 ноября 2016 года Четверг По одному Из старинных 17 день Месяца Новых Даров 7525 Лето Шестица Мы говорили Про Практику Активизации И синхронизации Головного мозга И Чуть-чуть Интуиции Автор Сведущий Владимир Анатольевич Лукашенко Я желаю Вам всего Самого-самого Доброго С вами Было Народное Славянское Радио Алексей Орлов До новых встреч Друзья мои Услышимся Народное Славянское Радио Все нужно Все важно Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров